Всем привет! Сейчас настали достаточно тяжелые времена для многих. Многие вынуждены находятся в самоизоляции, находятся дома, работают на удаленке, не имеют возможности привычно гулять, дышать свежим воздухом, и из-за этого страдает наш организм, недополучая кислорода, движение, которое активизирует кровоснабжение, и результатом могут явиться отеки, и не только на конечностях, но в том числе и в области лица. Больше всего заметно это, как правило, в области вокруг глаз, опять-таки брыли наши нелюбимые усугубляются, и лицо, в общем, выглядит достаточно таким тяжелым, пастозным, приобретает некрасивый сероватый оттенок из-за того, что нарушается капиллярное кровообращение. Как можно себе помочь, не затрачивая много на это сил и времени? Я хочу показать вам и рассказать, как быстро, но довольно-таки эффективно сделать самому себе лимфодренаж, и этот способ можно использовать хоть ежедневно, зависит от того, насколько выражена у вас эта проблема. Перед тем, как сделать любую процедуру в области лица, шеи, декольте, мы, конечно же, должны очистить кожу. Берем, например, мусс с алоэ вера, умываемся. Тоник, в принципе, использовать необязательно, если мы будем делать массаж по эндимной маске, которая представляет собой легкий пилинг, и это дополнительное отшелушивание кожи, которое приводит к улучшению цвета лица и профилактике черных точек. Если же мы после умывания наносим крем и по нему будем делать, например, массаж, то тогда после умывания сразу мы используем тоник, например, освежающий тоник с ахакислотами. В данном случае я предлагаю взять энзимную пектиновую маску, нанести ее на кожу и по ней сделать массаж. Сразу хочу сказать, что энзимная маска используется максимум два раза в неделю, а по обычным всяким кремовым средствам или гелем вы можете эти манипуляции проводить хоть ежедневно. Что мы будем делать? Представим, что маска уже нанесена. Для того, чтобы начать лимфодренаж, нам нужно прокачать регионарные лимфоузлы. Для этого мы можем двумя способами это сделать. Либо мы можем поставить над ключицами пальчики и просто промассировать такими легкими вдавливающими движениями без фанатизма, не сильно, потому что лимфоузлы находятся очень поверхностно под кожей. Либо мы можем делать так. Ставим пальчики сюда. На вдохе мы немножко продавливаем эту область, на выдохе отпускаем. И так делаем до 15 раз. После этого мы должны проработать группу лимфоузлов, которые находятся в области грудиноключично-сосцевидной мышцы. Для этого мы можем тоже два варианта. Мы можем ее, конечно, взять и промассировать. Это тоже неплохой вариант. И можем поставить ручки вот так. И вот таким движением, тоже без сильного надавливания, пройтись по боковым сторонам шеи. Тоже сделали. Там 10 или 15 раз. Дальше мы точно также можем проработать заднюю поверхность шеи. То есть поставить руку вот так. И вот так вот проработать заднюю поверхность шеи. И дальше мы переходим на подподбородочную область, где как раз у нас овал лица наш, который мы хотим, чтобы был четким. Вот для этого мы вот эти части ладошек, теноры. Ставим под нижнюю челюсть и ведем к мочке уха руками. И дальше мы сбрасываем все в наши региональные лимфатические узлы. Вот так вот проводим. И вот так. Таким образом мы разгружаем вот эту зону. После этого мы можем поставить пальчики вот так вдоль направления околоушных лимфоузлов, то есть по бокам от ушек. Можем вот так, кому удобно. И вот таким движением тоже продренировать эту зону. Тоже с двух сторон дренируем. Тоже 10-15 раз. После этого мы можем поставить ручки вот так и продренировать зону лица. Среднюю часть лица. Точно так же. Расходимся. Аккуратненько, без сильного надавливания. Дренируем. Далее мы переходим к самой проблемной у многих зоне. Это зона вокруг глаз. Учитывая то, что лимфатический коллектор расположен вот в таком направлении, то есть у нас вот здесь вот группа лимфоузлов идет, которые разгружают эту зону. Мы ставим пальчики на область, где у нас начинается бровь, под бровкой. И аккуратненько, нежно ведем вокруг глаз, как у нас круговая мышца глаза расположена. И дальше вот так сбрасываем все опять-таки сюда, к колючицам. Вот так мы тоже делаем несколько раз. 10-15 раз. И дальше остается у нас лоб. Разгружаем от центра к периферии, через виски, через передние клоушные лимфоузлы. И вдоль глюдино-ключично-соцевидной мышцы опять-таки туда, к ключицам. Закончить такой массаж мы можем опять-таки прокачиванием лимфоузлов. Мы в принципе можем повторить все эти движения в обратном порядке. Это тоже не будет плохим чем-то. То есть как-то просто немножко удлинит наши манипуляции. Самое главное в конце тоже продренировать наши лимфоузлы. Дальше, если мы делаем массаж по инзивной маске, мы ее смываем. Наносим сначала тоник, потом можем нанести крем для кожи вокруг глаз. Можем нанести на все лицо сыворотку антиоксидантный коктейль кремового Витаматрикс с светоотражающими частичками, которые еще больше за счет них придаст свежесть тону нашей кожи. А можем продолжить эту процедуру, например, нанесением маски Акваудовольствия. Толстым слоем нанести на 20 минут на всю поверхность лица и шеи. Через 20 минут снять ее вот таким вот влажным полотенчиком одноразовым. Поэтому вариантов много. Сами движения достаточно просты. За буквально 10 минут вы можете их все выполнить, максимум 15. И либо продолжить эту процедуру, либо просто делать эти лимфодренажные движения утром и вечером, когда вы наносите свои косметические средства. Если эти советы вам были полезны, я буду очень рада. И до встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok